Что означает преждевременная эякуляция? В последнее время преждевременная эякуляция обрела глобальный характер и предстает перед нами как распространенное заболевание. Как видно из названия, преждевременная эякуляция – это когда происходит преждевременный оргазм. В чем причина распространения преждевременной эякуляции? Что надо предпринимать, чтобы уберечься от этого? Возникновению преждевременной эякуляции способствуют несколько факторов. Важен психологический фактор. Заболевание предстательной железы, потому что эта проблема непосредственно связана с чувствительностью предстательной железы. Воспаление предстательной железы, переданной половым путем. Простатиты. На этом фоне и зарождается преждевременная эякуляция. Зачастую из жалоб пациентов мы понимаем, что преждевременная эякуляция не совсем точно ими осознается. Есть несколько форм преждевременной эякуляции. Хочу их отметить. Первичная преждевременная эякуляция. Мы его называем премьер. В этом случае при сборе анамнеза мы узнаем, что у пациента преждевременная эякуляция происходит с самой первой половой связи. Это называется первичная преждевременная эякуляция. Другая форма – это вторичная преждевременная эякуляция. Когда в прошлом семьяизвержение было в норме, но перенесенные болезни, простатит или другие воспалительные процессы в малом тазу стали причиной сравнительно быстрого семьяизвержения. Что означает естественно-переменчивая форма? Это когда, исходя из психологического фактора и по партнеру, и по условиям, процесс проходит нормально, но в определенное время происходит преждевременная эокуляция. Это мы называем естественно-переменчивым фактором преждевременной эокуляции. Есть еще четвертая форма – подобие преждевременной эокуляции. По факту семьяизвержение проходит нормально, но пациента это не устраивает. Этот тип семьяизвержения по времени соответствует норме. Но пациент, не имея информации о нормальном временном периоде семьяизвержения, считает, что у него преждевременная эокуляция. Нормальный период – 5, 10, 15 минут. Но при неудовлетворенности пациент заявляет, что у него преждевременная эокуляция. Поэтому четвертая форма преждевременной эокуляции – это лишь чувство неудовлетворенности. Во избежание преждевременной эокуляции пациент должен иметь информацию о заболеваниях предстательной железы. Советуем мужчинам минимум раз в год, но лучше два раза в год, проходить контрольное обследование организма. И делать это лучше всего осенью или весной, с тем, чтобы к новому сезону гарантировать здоровье предстательной железы. Преждевременная эокуляция в основном наблюдается у холостых мужчин, у тех, кто не имеет регулярных половых отношений. Субтитры создавал DimaTorzok